На Хабар 24 новости в студии Илья Рыбин. Здравствуйте. Казахстанская компания Монополист транспортировала нефть по тарифу в 30 раз превышающему расценки других участников рынка. Об этом стало известно на заседании комиссии по демонополизации экономики под председательством главы правительства Алихана Смаилова. Уполномоченным госорганам поручено проанализировать обоснованность установленных цены, принять необходимые меры. Также на заседании рассмотрели вопрос возврата сервисных услуг, которые оказывают для Атыраусского и Павлодарского НПЗ в компетенцию самих заводов. Кроме того, рассмотрена деятельность частной компании, владеющей нефтепроводом, по которому сырье из одного месторождения направляется на битумный завод для переработки. Аналогичные трубопроводы на данном маршруте отсутствуют, что делает невозможным транспортировку нефти альтернативным путем. Нарушения более чем на 22 миллиарда тенге в сфере госзакупок выявили с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета внутреннего государственного аудита. Деньги зачастую перечислялись поставщикам и подрядчикам за несуществующие товары и услуги. Так отмечено в показателях электронного аудита. Новые методы дистанционной проверки бюджета основаны на системе управления рисками. С начала года точечно проверили 57 миллиардов бюджетных средств. Сразу 112 госслужащих оштрафовали с начала года за различные административные нарушения. Общая сумма штрафов составила 35 миллионов тенге. Такие данные привели в антикоре. По их информации, чаще всего государственные служащие вмешивались в дела предпринимателей и не принимали меры по борьбе с коррупцией. Так, в Астане аудитор ревизионной комиссии получил материальное вознаграждение в виде ролл-штор для своей квартиры. А в Алматы руководители управления градостроительного контроля и планирования занимались изданием актов, мешающих бизнесу действовать законно. В Кустанайской области руководитель территориальной инспекции по ветеринарному контролю не представил декларацию об активах и обязательствах до назначения на должность. Тем временем в Павлодаре подвели итоги пилотного проекта «Облачная бухгалтерия». Его опробировали в системе образования. По мнению специалистов, единый цифровой учет в будущем позволит устранить коррупционные риски и сделать финансовую отчетность госорганов прозрачнее. Акимат Павлодарской области уже согласовал устав проекта и план его реализации. Накануне в областном центре, обсуждая вопросы по противодействию коррупции, Антикор озвучил результаты внешнего анализа коррупционных рисков. По их данным, с начала года в регионе зарегистрировано 8 фактов хищения бюджетных средств. Ущерб государству составил 95 миллионов тенге. По Павлодарской области за последние три года выявлено 15 коррупционных преступлений, в этом году 7. Но именно в тех сферах и учреждениях образования, где была внедрена облачная бухгалтерия, такие риски были минимизированы. Поэтому мы думаем, этот институт здесь опробировать, доработать, и посмотрим, как это будет на практике помогать нам в решении проблемы по противодействию коррупции, в том числе в сфере образования. В частности, проект полностью внедрен в отделах образования и в управлении образования. Если говорить о том, что сегодня это выгодно, то в одной централизованной системе любое управление образования, отделы образования могут видеть всю систему, каждую школу. Например, сколько платят каждому учителю, правильно ли распределены их надбавки. Причем заработная плата и отпускные все начисляются в одном месте. На 80 миллионов тенге обманула казахстанцев группа интернет-мошенников из Восточно-Казахстанской области. В полиции рассказали, подозреваемые звонили по телефону и представлялись сотрудниками банка. Обманным путем они получали персональные данные граждан, а затем оформляли на них кредиты. Обмануть удалось более 50 человек. Сотрудники Киберпола задержали троих мужчин. Начато досудебное расследование. В Казахстане предлагают создать реестр добросовестных риэлторов. Такая необходимость назрела из-за роста числа мошенников на рынке жилья. Специалисты по недвижимости говорят, что сферу нужно срочно очистить от аферистов. В день только в столице регистрируется несколько таких преступлений. Динара Абдирова с подробностями. Квартирные мошенники в основном промышляют в крупных городах. В Алматы, Астане и Шимкенте. Чаще всего их жертвами становятся одинокие пожилые люди. Аферисты втираются в их доверие, затем заключают договор дарения. Либо незаконно получают доступ к базе данных владельцев недвижимости. После чего они подделывают документы, и затем квартиры переходят в собственность мошенника. Такая история случилась с Линдой Ни. Она получила квартиру в наследство от покойной бабушки. Оформлять право собственности взялась не сразу. За это время у жилплощади появился хозяин. В какой-то момент мы пришли, и ключ перестал подходить к замку. Мы не смогли попасть в квартиру. Мне позвонил тот же самый сосед по площадке и сказал, что квартиру смотрят разные люди, покупатели, которые ее хотят приобрести. Я зашла на сайт крыши, нашла там свое объявление. Причем квартира продавалась по заниженной цене. Позвонила риэлторам и договорилась о просмотре. При просмотре квартиры Линды и ее адвокат убедились, что документы уже собственника поддельные. Девушка уверена, в мошеннической схеме замешана целая преступная группа. Это была архивная справка, подделанная. Якобы бабушка Линды подарила квартиру некому Иванову. И эта архивная справка была зарегистрирована в ЦОНИ. Опять-таки, да, не установлена, каким образом они его зарегистрировали. Квартиру нам показывало лицо, которое уже осуждено, семиатов Рашидин на сегодняшний день. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Полиции говорят, это одна из распространенных схем, которую мошенники используют для обмана. Но бывает, что преступники успевают арендовать или продать чужие квартиры, пока хозяева в отъезде. Как правило, злоумышленник выдает себя за собственника, договаривается с покупателем, имея на руках поддельные документы. Очень много злоумышленников, которые арендуют квартиры, и при этом качество оплаты предоставляют ложные поддельные квитанции КАСПИ-приложений. Такими фишками пользуются злоумышленниками и наперед сразу же оплачивают владельцам недвижимости оплату, тем самым, заблуждая их по истечению определенных времени, покидают квартиру, при этом умудряются еще и совершить кражу имущества. В полиции рекомендуют населению запрашивать у риэлторов документы о регистрации компаний по недвижимости, которую они представляют. Но чтобы полностью очистить рынок от мошенников, нужны кардинальные меры. Эксперты предлагают создать реестр добросовестных риэлторов. В стране уже приняли национальный стандарт. В моем видении это действительно должен быть какой-то реестр в онлайн-виде. То есть это обязательно должна быть какая-то площадка, не знаю, государственная. Ну просто даже по примеру тех же лицензированных отстенчиков. В данном случае можно обязать риэлторов вступать в саморегулируемые организации риэлторские, где будут проверены их навыки, скажем. То есть может быть какие-то курсы, может быть какое-то тестирование. И по результатам этого тестирования уже вносить в перечень и в реестр. На сайте жители смогут проверить данные риэлтора, ознакомиться с его сделками. А пока Нина Лукьяненко советует казахстанцам быть бдительными и вовремя оформлять документы на собственность или право на наследство. В противном случае отстаивать свои права придется в суде. Я, можно сказать, своими руками и при помощи моего адвоката поймала мошенников. В итоге осудили одного из них и дали ему срок. Но при этом суд меня исключил из числа потерпевших. Ну то есть правосудия я пока не добилась и суды продолжаются. Вместе с адвокатом девушка намерена добиться, чтобы ее вновь включили в список потерпевших. Она не теряет надежду вернуть квартиру, которая принадлежит ей по закону. Динара Абзирова, Растамбек Успанов и Берик Шарап, Хабар, 24. Больше 30 миллиардов тенге за два года потеряли казахстанские дольщики. Их завлекли низкими ценами на жилье, а потом оставили ни с чем. Об этом говорят в прокуратуре. К уголовной ответственности в итоге привлекли 16 застройщиков. Еще около 300 компаний оштрафовали за незаконный сбор денег. Сейчас в стране десятки долгостроев. Больше всего их в Астане, где по данным Акимата в этом году планируют встать в эксплуатацию около 30 жилых комплексов, строительство которых затянулось. А вот число застройщиков, которые работают без разрешений или гарантий, исчисляется сотнями. Тут также лидирует столица, следом идут область Абай и Восточный Казахстан. Абай и Восточный Казахстан Абай и Восточный Казахстан теперь решат сами жители. Проголосовать за и против казахстанцы смогут на общенациональном референдуме, который предложил провести президент страны. Я бы пошла на референдум по поводу строительства атомной станции в Казахстане, потому что все-таки у нас очень большой дефицит электроэнергии и в будущем нам это необходимо. Я думаю, больше будут за, потому что это все-таки энергетика и в Казахстане сейчас дефицит. Мы считаем, что атомная станция должна быть и в Курчатове, так как он является наукообразующим городом. Здесь тоже есть инфраструктура, все для строительства и для обслуживания. Ну, нужно, обоснованно и пойду, потому что это атом в мирных целях для промышленности, для нашего развития Казахстана, так что все правильное решение. Под строительство АЭС рассматривались две площадки – поселок Ульке на Алматинской области и город Курчатов. Предварительным решением государственной комиссии была выбрана Туркестанская область. Именно там эксперты отмечают особый дефицит электроэнергии. Это центр Казахстана, это ближе к югу Казахстана, где наиболее большая потребность в электроэнергетике. Но я повторюсь, что город Курчатов, площадка на Семплатинском полигоне, с точки зрения тех требований, которые есть и существуют к площадкам для строительства атомных станций, ничем не вступает в Ульке, только по потребностям. Перспективы строительства АЭС и вопросы ее безопасности активно обсуждают эксперты Национального ядерного центра. По их словам, нет ничего страшного в создании собственной атомной электростанции. Поэтому прежде чем участвовать в референдуме, специалисты советуют жителям подробнее знакомиться с этой темой. Мы изначально прикладываем все усилия для того, чтобы вести просветительскую деятельность, то есть доносить до населения все преимущества, все вопросы, связанные с опасностью и так далее. Но, к сожалению, у нас общество немножко ленивое, то есть оно, так скажем, не очень охотно изучает научно-техническую литературу, в том числе и публицистические статьи, которые мы выпускаем, популяризирующие атомную энергетику. Дата проведения общенационального референдума еще не назначена, однако подготовительные работы в Центральной избирательной комиссии уже начались. Асим Утешева, Медют Мирханов, Хабар 24, область Абай. Выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН, Касан Жмартукаев высказался об актах сожжения Корана, участившихся в этом году. Культура мира, по его словам, может основываться исключительно на принципах единства, многообразия и взаимного уважения. Подробности в нашем сюжете. Президент Токаев осудил акты вандализма в отношении Корана. В своей речи на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава государства выразил обеспокоенность варварскими действиями в отношении ислама и других религий. В этой связи он отметил, что Казахстан приветствует новую повестку Дня для мира генерального секретаря ООН. Это стратегический документ, который должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог, поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма. Президент подчеркнул, что культура мира может быть основана только на принципах взаимного уважения. Турецкий политолог Фарад Пурташ, анализируя выступление Токаева, отметил роль Казахстана в укреплении межконфессионального согласия. В Казахстане проживают представители более 100 различных этносов и религий. Казахстан – государство, которое на протяжении многих лет проводило съезд лидеров мировых и традиционных религий и взяло на себя глобальную миссию в борьбе с радикализмом и экстремизмом. Страна является соседом такой конфунцианской цивилизации, как Китай, и русской православной цивилизации, частью западной цивилизации, как демократическая светская страна. В этом контексте Касым Жумар Тукаев, как глава государства с комплексной внешней политикой и культурой сосуществования со всеми религиями, осудил подобные провокационные действия и продемонстрировал взгляды Казахстана на эту проблему. В течение этого года ультраправые политики и активисты несколько раз устраивали акцию сожжения священной книги в Швеции и в Дании. К примеру, в июле радикалы сожгли Корану посольств Египта и Турции в Копенгагене. Отмечу, что провокации проходили на фоне широкого обсуждения вступления Швеции в НАТО и вызвали соответствующую и, видимо, желаемую реакцию лидеров мусульманского мира. Турция пригрозила блокировать заявку скандинавской страны на членство в Альянсе. В конце июля сообщалось, что правительство Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение священных книг. Даурена Сагулов, Хабар, 24. Немецкие эксперты продолжают анализировать послания президента Казахстана. Нико Варбанов, директор по международному развитию компании Deutsche Bahn и сопредседатель Казахстана Германского делового совета по стратегическому сотрудничеству, отмечает, что в этот раз Касымжи Мартукаев сделал основной акцент на экономические реформы. По словам эксперта, важно развивать машиностроение, обрабатывающую промышленность и особенно сферу логистики, ведь Казахстан обладает большим транспортно-логистическим потенциалом, который наши страны могут реализовывать вместе. Мы четко увидели, какие реформы ожидает Казахстан и в каком направлении должна развиваться страна. Я очень рад, что большое внимание уделено в сфере транспорта и логистики. Она играет ключевую роль для торговли, промышленности и в целом для развития вашей страны. Для Германии Казахстан важный торговый партнер. Уже много лет Deutsche Bahn и КТЖ успешно сотрудничают. Это касается как перевозки грузов, так и расширения транспортных коридоров. Мы готовы развивать наши связи и намерены подписать в ближайшее время соглашение о стратегическом партнерстве. Это новости мы продолжаем выпуск. В столице проходит международная конференция по респираторной медицине. Специалисты прибыли со всех регионов Казахстана, а также из России и Узбекистана. Более ста эпидемиологов и клиницистов в течение дня обсудят меры борьбы с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и коронавирусом. Ежегодно в нашей стране только ОРВИ болеют около 4 миллионов казахстанцев. По словам специалистов, пока сложно делать какие-либо прогнозы на будущий эпидемиологический сезон, но известно, что начнется он в октябре и продлится до мая. Точных прогнозов пока нет, однако по ОРВИ ежегодно регистрируем более 4 миллионов человек. Кроме того, лабораторно подтверждается более 3000 случаев гриппа. Зачастую это пациенты с хроническими заболеваниями. Вакцинацию проводим лицам, относящимся к этой группе риска. В целях профилактики могут и беременные, и любой желающий. Конференция позволит обменяться опытом и обсудить актуальные темы в респираторной медицине. Почти 3 миллиона гектаров неиспользованных земель вернули в собственность государства с начала этого года. Об этом стало известно на заседании комиссии под председательством зампремьер-министра Серика Жумангарина. По результатам проверок вынесено 615 предписаний об устранении нарушения земельного законодательства на площади более 800 тысяч гектаров. Еще 183 материала находятся на рассмотрении в судах. Нарушители оштрафованы почти на 160 миллионов тенге. Потенциалы и перспективы развития региональных СМИ обсуждают во второй день медианедели. Во время первой сессии эксперты затронули особенности работы журналистов в цифровую эпоху. Были дискуссии о скорости, объеме информации и конкуренции. Вторую сессию посвятили локальным региональным проектам с высоким рейтингом. Как уравнять региональные средства массовой информации с республиканскими и с какими проблемами сталкиваются журналисты. Напомню, впереди еще один день. Астана Медиа Уик встречаться на масштабной дискуссионной площадке за 7 лет стала доброй традицией. В этом году участвуют больше 2000 экспертов из Казахстана и зарубежья. Я приехал, чтобы показать возможности российской газеты рассказать о нашем опыте конвергентной журналистики. Участвовал в секции региональных СМИ. Речь шла о том, как бы уравнять уровень журналистики в регионах со столицей. Это огромная проблема как в силу финансирования, так и в силу образования. В общем, в силу многих субъективных причин, об этом очень жарко говорилось на этой сессии. Кроме того, мы обсуждали возможности обмена контентом. В столице при поддержке Министерства культуры и информации проходит научно-практическая конференция, посвященная 90-летию Акима Атарази. Он выдающийся писатель, драматург, лауреат звания Казахстанен Янбек Яре, Государственной премии Республики Казахстан и Международной литературной премии имени Франца Кавки. В конференции принимают участие общественные деятели, известные литературоведы и киноведы. В рамках мероприятия проходят мастер-классы, демонстрируют фильмы, снятые по сценариям Акима Атарази. В рамках конференции проходят мастер-классы, и я рада, что так широко и активно будет обсуждаться творчество Акима Атарази и его кинематографии. Он автор многих сценариев, например, «Выстрел на перевале Караш» или «Следы уходят за горизонт». Это его сценарий, и это первый фильм, снятый на казахском языке. Первый в истории Казахстана чемпион мира по вольной борьбе Резабек Айтмухан вернулся на родину. В аэропорту Алматы его встретили родные, близкие и просто болельщики. Напомню, на финальной встрече чемпионата мира в Белграде Резабек победил азербайджанского борца Османа Нурмагомедова со счетом 5-2. Вместе с ним на этом чемпионате бронзовую медаль завоевал и Азамат Даулитбеков. Гафу Али продолжит. Алматинцы встретили под утро Резабека Айтмухана, как положено, с военным оркестром. Они с нетерпением ждали рейс Истамбула. В честь народного героя, встречающие в лучших традициях, организовали шашу из конфет на Резабека на деле Чапан и преподнесли кумыс. Поблагодарив всех болельщиков, чемпион вспомнил, как 4 года назад на пути к мечте, будучи волонтером, вытирал борцовские ковры на чемпионате в Астане. В 2019 году в нашей столице проходил чемпионат мира лицензионный. Я там работал волонтером, помогал спортсменам, таскал их вещи, вытирал ковры. Тогда я даже не мог представить, что через 4 года я сам буду представлять страну и выиграю долгожданное первое золото в истории Казахстана. В Федерации греко-римской вольной и женской борьбы отметили, что это долгожданная победа. Теперь с новыми силами и мотивацией мы должны добыть золотые медали на будущей Олимпиаде, говорит вице-президент Федерации. За время независимости это первый раз вольник становится чемпионом мира. Это пусть будет началом, чтобы на следующий год на Олимпийских играх мы тоже могли возможность праздновать чемпиона Олимпиады. Резабека в этот вид спорта привел отец Ханаджол Даспаев. Он же был и первым тренером. Вел сына от первых маленьких успехов на детских соревнованиях до золотой победы на чемпионате мира. Я же постоянно с ним рядом на соревнованиях. Я от него не отхожу с малых лет. Даже на этом чемпионате мира я сзади был с вторым секундантом. Мы с коллективом, с тренерским советом обдумывали каждый шаг. Эта медаль не просто так ушла, она 10-летняя работа наша. 10 лет работы. Это подъем в 6.30 утра, отбой в 10 ночи. В 10 вечера. Резабек говорит, что возобновит тренировки, немного отдохнув. Тем временем чемпионат в Белграде продолжается. И есть надежда, что борцы греко-римского стиля повторят победный путь Резабека. Гафуали, Абен Нармаев, Хабар-24, Алматы. Что ж, на этом пока все. Оставайтесь на Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова